Так, всем привет! Сегодня мы закончим разбор карты под названием Слуцк. Слуцков я разобрал уже два. Это у нас последний Слуцк, судя по всему. Возможно, возможно, какого-нибудь нового дополнения или что-нибудь еще нам еще довезут Слуцк. Но пока что будем надеяться, что это последний Слуцк. И сейчас мы его разберем. В первую очередь, что я хочу сказать по поводу этой карты, это то, что карта довольно открытая. Смотрите, вот здесь огромное поле, видите, посередине карты. Вот, и флаг. Тут же также есть довольно большое поле. Вот, из-за этого карта очень узкая. Очень узкая. У нас по большому счету, так, выключить, секундочку, включить. Смотрите, у нас есть направление боев здесь, здесь, да, чуть-чуть вот здесь вот, и вот за эту точку бьются. Все. То есть, на самом деле, раз, два, три, четыре. Четыре направления по большому счету. Вот эта вот дорога, вот эта вот дороги, да, они практически не пользуются. То есть, карта очень узкая, несмотря на то, что она довольно, казалось бы, здесь полно места, где можно повоевать. Итак, выключить и выключить. Позвращаемся. И стереть непотребство. Так, давайте по поводу каждой из этих точек сейчас поговорим отдельненько, как обычно я делаю. Первое я хочу рассказать вам вот про этот флаг. Флаг считается красным. И он вообще, на самом деле, красный, по большому счету. Есть исключения. Их довольно много. Сейчас мы с вами все разберем, потому что точка крайне важная. Несмотря на то, что это 100% красный флаг, видите, вот как она линия. Так, выключить. Вот как бы линия фронта, да, видите ее. Несмотря на то, что она 100% красная, на самом деле она довольно часто бывает спорная. Первые особенности этой карты, это то, что от нее, от респа нет прямой дороги. Видите, обе стороны вынуждены ехать большое количество по бездорожью. Вот эта дорога, она простреливается со всех сторон обеими сторонами всегда. Вот всегда практически она простреливается, поэтому ее использовать в качестве доставки подкрепления можно, ну, если вы прям доминируете по центру карты. Такое бывает очень редко, невероятно редко. Поэтому обычно используется вот этот маршрут, да, для доставки подкреплений. Что с этим маршрутом не так? Ну, для начала то, что это бездорожье, да. Красному легче, и он обязан держать эту точку, на мой взгляд, просто потому, что синий не может полноценно закидывать туда огромное количество подкреплений. Так, включить, включить, давайте посмотрим. Смотрите, вот, даже если мы заняли вот этот бокаж и поставили сюда пушку, вот мы, скажем, синий, да, мы забрали вот этот бокажик, поставили сюда пушечку, мы все равно не контролируем подкрепление. Если вы видите, пробить подкрепление здесь будет практически невозможно. Есть дырочки, да, для прострела, но, опять же, противник может поставить на поле и эгэшки, и пулеметы, и пулемет может быть вот здесь вот где-то сидеть, да. И красный всегда, выключить, всегда имеет возможность притащить подкрепление вот так. Даже если вот его вот здесь вот прострелят на этом участке, ты можешь тащить его сюда и вот так вот поднимать, после чего гнать вот так. Более того, как правило, красный занимает вот этот вот лес, садится здесь пушками, пулеметами и уже перекрывает вот эту дорогу. Поэтому красный имеет преимущество. Если вы играете за синих, вначале стоит попробовать заехать сюда и пробовать удерживать, но по большому счету удержать эту точку вам не получится. Кроме случаев, которые я расскажу дальше. Это первое. Почему на этой точке идут всегда бои? Просто потому, что доставить подкрепление сюда тяжело, долго. То есть, вот вы представляете, да, вы вызвали сюда подкрепление, и подкрепление будет вот так ехать. Оно будет ехать вдвое, если не втрое, дольше, чем если вы вызовете вот так же подкрепление к этому флагу. Казалось бы, дорога не сильно большая, да, но сюда оно приедет в три или в четыре раза быстрее. Это означает очень рискованность инвестиций. Вы вкладываете много, приезжаете туда большими силами, там противника не оказывается, и эти силы оказываются заперты вот здесь. У черта на куличках. Никуда они больше всю игру будут лежать там мертвым грузом. Враг. Другая ситуация. Враг сюда направил силы, забрал вашу точку и сидит здесь, окопавшись. Да, у вас проблема, скажем, где-то вот на этой точке или еще где-то на другом конце карты, и вы вынуждены сюда притаскивать подкрепление, которое приедет непонятно когда. Плюс ко всему враг сидит на этой точке, и он тоже никуда уже не сунется, он вам никак больше не угрожает. Как правило, в этом случае красный игрок плюет на свою точку, да, и пытается не посыпаться где-то еще на других концах карты. Поэтому интенсивность боев за эту точку довольно низкая. Если на остальной карте везде укрепилась линия фронта, все сидят, там пушками обложились, минометы работают, да, никто никуда не бегает, в этом случае будут попытки отобрать точку и будут попытки с обеих сторон как-то на ней играть. Да, синий выставит сюда пушечки, сюда пушечки, попробует взять вот этот лес, да, и обложиться эгэшками, и затруднить переброску подкреплений, да. Красные будут брать вот этот лес, будут через этот лес пробегать, брать вот сюда, да, и отсюда уже пробегать вот в этот лес. И даже, возможно, вот так вот. То есть вот такой вот, возможно, вот через вот эти вот леса атака. На самом деле, и бывает. Особенно если вот сюда поставить дым, и вот так вот пробегать вполне можно. Единственное, что пехота ближнего боя на этой карте редко где можно использовать, и обе стороны будут насыщать вот эти вот леса этими самыми отрядами ближнего боя. Поэтому, как правило, здесь тоже идет довольно пассивная такая борьба. Перестрелка, да, сидят пушечки здесь, и здесь, и здесь, там, и здесь, 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 возможно, вот здесь где-то, да, но вот особой активности здесь нет. Теперь выключаем, стираем, перемещаемся. Так, 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 вот следующая позиция. Так, включаем, вставляем. Теперь, если синий, удачно развернулся, да, скажем, вот из этого леса вначале поставил сюда орудие, танчик, пострелял, пробежал вот сюда в лесочек, потом здесь начал хулиганить, да, по лесу там огнеметчиком бегает. И в итоге выставил, выставил здесь пушечки, как он любит, там, сначала здесь, потом, ну, то есть он сначала вот здесь вот пушечки ставит, потом вот так вот пушечки ставит, да, за городом где-нибудь прячется. Пробился пехотой вот сюда, вот сюда, в этом случае подкрепления вот так вот могут ездить сюда, но, опять же, вот этот лес будет мешать. То есть даже вот при ситуации, что красный сидит вот на этой линии обороны, дорогой пользоваться невозможно. Вот так. Все плохо. А ситуации, когда синий и красный игрок вот так вломился и держит вот эти точки, и может пользоваться вот этой дорогой, тоже крайне редки. Здесь вот будут стоять орудия или танки, и будут стрелять по вот этому участку. То есть дорога не катается. Выполнить все пункты, чтобы вот этот лес был зачищен, да, и вот так вот, чтобы вы сидели, чтобы синий вот так вот все держал, это практически нереально. Ну, это прям победа на карте 100%, да, уже. Вы, как правило, тесните противника настолько сильно, что не имеет значения, какие точки вы держите, какие держатся, он все равно проиграет в течение 5-7 минут. Так, теперь, точка для красных крайне важна. Здесь у нас сидит пехота, сидят пулеметы. Здесь практически всегда сидит ПТО противника, возможно, даже где-то здесь. С синей стороны, скорее всего, здесь сидят какие-нибудь танкодесантники или пехота ближнего боя, да, в общем. Точка важна, много флагов, много чего можно сделать. Со старта в этом городе будут идти жуткие бои пехотные, но пехота все-таки имеет здесь второстепенную роль. Слишком большие пространства пустые. На этих пространствах будут орудовать эгэшки, танки, пулеметы. Сложность наступления по любому из маршрутов, вот, например, вы бьете вот сюда, да, пехотой. У вас здесь стоят эгэшки, танки, ПВО, суппорт. В общем, вы подавляете все, кто здесь сидит. Сюда прибежали ваши огнеметчики. Опять же, вложились вы капитально, да, вот здесь и панцергренадер, вот здесь и панцергренадер. Сидит пулемет и вот так фланговым огнем вашу пехоту оттуда выбивает. Отсюда откуда-нибудь работает танк или эгэшки. И все, наступление захлебнулось. То же самое, даже если вы бьете вот по этому направлению, отсюда будут работать, отсюда будут перестреливаться. То есть для того, чтобы держать, контролировать город, нужно контролировать фланги. Там и тут. А это невозможно. То есть если противник сидит где-то здесь, то вот это вот вы можете взять и держать вот этот флаг. Вот этот уже, скорее всего, не будете держать. То есть вы вот, забирая вот этот лес, вот так вот будете держать территорию. Что тоже неплохо. Кому здесь удобнее? На мой взгляд, немножко удобнее красного. За счет того, что у него там вот есть возвышенность, с этой возвышенностью можно стрелять. Но решительного преимущества у него нет. Так. Выключили. Выключили. Перемещаемся. Теперь вот так. Выключили. Включили. Вот эта позиция практически не работает. То есть с нее неудобно стрелять. С нее невозможно ничего контролировать, да, помогать себе. Казалось бы, вот можно контролировать этот флаг, но на самом деле это практически невозможно. Ну, то есть инвестиция сюда, это вот только для того, чтобы постреливать по пехоте, которая будет здесь. Все пространство здесь, вот оно опять же не берущееся. На поле, как мы знаем, выигрывает тот, кто больше инвестировал на поле. То есть вы выставляете эгэшки, пушки, танки и авиацию. Кто больше притащил, тот и выбил. Вас всегда на поле видно, спрятаться негде. И противник будет наступать на вас, зная, что и как он составит план. То есть вы, допустим, сюда выставили пушки. Здесь у вас стоит ПВО хорошее. Эгэшки, да, здесь у вас стоит танки мощные, пехота, и вы наступаете. Во-первых, вы наступаете довольно продолжительное время, да, все-таки пехота и пушки будут двигаться медленно. Танки от ПВО уйти тоже не могут. Вся эта конструкция крайне медленная. И противник будет накапливаться в невидимости для вас, да, вот, на возвышенности. Он будет атаковать так, как он хочет, в том направлении, в каком он хочет. То есть он сначала может забомбить вам артиллерией ПВОшки, налететь авиацией и снять эгэшки. Да, потом выбегут эгэшки и танки, и выбьют вам пушки и вражеские танки. Ну, то есть если у вас, скажем, там едут по полю по зону 4, а сзади стоят паки 43, и поэтому вы ничего не боитесь, да. То выйдут эгэшки, которые подают паки 43, выйдут какие-нибудь там Шерманы или Т3-4-85, да, и поуничтожают пазики. То есть противник будет навязывать вам бой. И будет навязывать вам бой в том порядке, в каком он считает нужным. Он увидит при вашей слабости и по этим слабостям ударит. Ударит так, как вы не сможете защититься. Поэтому поле выигрывает тот, кто инвестирует больше. А много инвестировать в поле нельзя. Лучше всего отправить сюда отряд чернопиджачников, который будет перестреливаться с отрядом Розацтурпинов, да. Помогать ему будут эгэшки вот отсюда. Или вот отсюда, или вот отсюда, или вот отсюда. Все. То есть этот флаг, он такой подвешенный. Он, конечно, нарисован синим. На самом деле он ничейный. Это второй ничейный флаг. Вот этот вот, типа красный, да, которому красный имеет преимущество. А этот, типа синий. Но сказать, что синий имеет здесь преимущество и всегда его контролировать нельзя. Так же, как и там с красным, как я рассказывал. Все довольно сложно и подвижно. Теперь, что у нас здесь. Вот орудия вот отсюда постоянно работают. То есть это не мертвый груз, потому что они контролируют передвижение в городе. То, то какой-нибудь там, это самая пушечка подрежут, там, то грузовичок подстрелят. ПВОшки, которые здесь где-нибудь будут размещаться, очень хорошо. Они, как бы, и город защищают, они и сюда защищают, да, на этом фланге. То есть вот этот вот ключевой холм, да, за него сложно вести бои. Но, так или иначе, у нас есть вот такая вот дорога. И со старта в это болото можно запихнуть какую-нибудь тяжелую пехоту. Рассчитывать, что эта тяжелая пехота в какой-то момент вот так поднимется и все отсюда удалит, можно, можно, можно. Ну, то есть вы должны смотреть, что приедет на холм. Если сюда приезжают, скажем, циркопятки и гэшки, и оттуда поднимаются панзергренадеры или какие-нибудь фальши, да, снизу, из болота, и все перестреливают, это вполне возможная ситуация. Но тут вполне может стоять танчик, который этих панзергренадеров всех удалит. Поэтому со старта можно сюда прислать отрядик или два, дождаться нужного момента, посмотреть, чтобы здесь никого не было, и подняться и удалить. То есть такое может быть. Возможно, более массированный удар вместе с отрядом фальшей, который поднимается, туда может заехать колонна. Да, ну для этого вам надо быть уверены, что здесь вот ничего нет. Вот, опять же. Так, что еще? В ответку вот так вот заехать сюда нереально. Да, вот здесь вот будет что-нибудь. Даже из этих лесов что-нибудь будет. И по-моему будут стрелять. Это 100%. Этот вариант практически тоже не рассматривается. Для этого надо держать не только вот этот флаг, но еще и вот это все. А если вы это держите, то у противника такие дикие проблемы, что ему не до этого флага вообще. Ему бы выжить. Потому что тут вполне возможно, что если противник добрался вот отсюда, то раз, два, три флага точно упали, да? Возможно, четыре. Под угрозой пять, шесть, семь. И этот тоже под угрозой. То есть практически игра проиграна уже. Поэтому это направление противник будет держать всегда. И это очень-очень важно. То же самое и с другой стороной, да? Если вы взяли вот так вот, то раз, два, три флага в опасности. Эти упали, вот этот вот в опасности, и скорее всего тоже уже упал, да? Вот эти, вот эти, вот эти в опасности. Ну, с другой стороны, вот эти два флага практически никогда не берутся. Это довольно сложно удерживаемые флаги. Так, включаем, выключаем, перемещаемся. Так, и важная часть карты. Нет, вот это, по-моему, выключает. Это включает. Вот так. Так, надеюсь, я нам ничего не напутал, и у нас все будет в порядке. Не хочу перезаписывать ролик в очередной раз. Последняя точка на сегодня, на этой карте, которая имеет большое значение, вот этот. Опять же, флаг нарисован синим, но он спорный. Третий спорный флаг на карте. Это второй, это первый. Его легко удержать обеим сторонам. Но при этом за него будут довольно жестокие бои. Какие особенности? Особенность первая. Вот этот лес. Вот эта возвышенность. Вот этот лес. Вот этот лес. И вот эта вот площадка. Здесь легко защищаться. Много куда можно напихать орудий, различных пулеметов и гэшек. Здесь полно места для того, чтобы спрятать ПВО или работать каким-нибудь минометом. Здесь тоже отличная возможность спрятать ПВО. Но, скорее всего, ПВО лучше всего будет работать оттуда. Где-нибудь. То есть, вам этот лес терять не стоит. Но даже если вас прижали, скажем, вы сидите в обороне вот здесь вот, то, опять же, ПВО вполне есть где поставить. И даже если вы будете поставить его здесь, оно все равно будет так или иначе работать на вас. И очень эффективно, скажем, самолеты залетают, наносят удар куда-нибудь сюда, разворачиваются, и по ним работает ПВО. И он уходит на ремонт. Или он залетает сюда, его встречает истребитель, завязывается бой, приезжает еще один истребитель, и отсюда постоянно ПВО вам помогает. То есть, не только вот здесь вот можно ПВО держать, а еще и вот здесь. ПВО вот здесь вот, ну, сомнительно. Иногда, когда вас прижимают, можно использовать. Но, как правило, не стоит. Что можно сказать? Хорошая сбалансированная карта. Что ее делает интересной? Делает ее интересной 1, 2, 3, спорных флага. 4, хорошо, легко берущийся флаг. 5, легко берущийся флаг. 6, легко берущийся флаг. И я бы назвал даже вот это легко берущийся флаг. Идава у нас 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 легко берущихся флага с каждой стороны. Сказать, в какой конкретный момент и кто будет доминировать на карте довольно сложно. Карта широкая, то есть, по большому счету, широкая, да, и с большими пространствами здесь будет иметь преимущество тяжелая техника. ИСы какие-нибудь тяжелые танки, у кого тяжелее танк, тот будет иметь преимущество. открытость карты позволяет использовать авиацию. Карта очень сложная, тут довольно сложный рельеф. Много очень удачных заездов. Там, вот отсюда со старта, вот так смотрите, со старта может заехать какой-нибудь панзершрек, вот так вот. Да, здесь приходится держать оборону. То же самое, возможно, по этому левому краю. Вот это надо контролировать, потому что могут проехать вот так вот, в эту сторону какой-нибудь панзершрек. Здесь вот со старта Вот так вот как-нибудь может заехать Панзершрек Сюда могут быть Неожиданная атака со старта Вот по дороге Вот так вот я несколько раз видел Вот эти флаги забирают И начинают там давить вот этот флаг И вот этот флаг Это очень интересная карта Она дофига сложная На ней надо отыграть Много боев, чтобы себя чувствовать комфортно Но она Редко превращается в обычное Сидение Это одна из самых удачных карт На данный момент Да с проблемами, да с сложностями Да вот пустые пространства Мне все таки не нравится Мне не нравится что здесь Преимущество получает Более тяжелая дека С более тяжелыми танками Но при этом Интересная карта И пехота может Что-то здесь делать И неожиданные вещи здесь Получаются Разные доходы здесь играются Вот В принципе В первом приближении Я рассказал о карте Что думаю Как и На ней стоит играть На сегодня все Пишите комментарии Возможно через пару недель Мы вернемся И с помощью ваших комментариев Сделаем еще один обзор Углубив различные моменты Давайте Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok